Всем привет, друзья! С вами Маламадрас. И сегодня, 11 декабря, вышло наконец-то утром обновление в бета-тесте PUBG Mobile, которое несет в себе всеми так долгожданную зимнюю карту Викенди. На самом деле, само обновление в бета-тесте немножечко странное, потому что заднего фона нет, по-прежнему тропики, поэтому немножечко происходит такой диссонанс. Так как я уже выпускал недавно, что уже вышло в обновлении 0.10, там было оружие такое, мутант называется, и еще лазерная указка на тренировочной площадке, а также вооруженной. К большому сожалению, я этого оружия сейчас здесь в этом бета-тесте не увидел. Но это, конечно, не означает, что его не будет в основном обновлении, потому что сейчас же разработчики просто пытаются показать нам снежную карту, а именно для этого и сделано это тестирование. Также там еще нет ни тук-тука, нет ни мопеда, в общем, ничего нет. Но зато есть снежная карта Викензи, и это не может не радовать. Карта абсолютно великолепная, в принципе, то же самое все, как и на китайском закрытом бета-тесте, только разница в том, что у нас он открытый. Есть, конечно, небольшие отличия. В самом начале, например, в китайской версии давали вам уже сразу снежки, и если вы попадете в башку товарища, то его голова превратится в снеговика. У нас же нет, у нас такого нет, снега мало, поэтому снежки нужно искать самому на стартовом острове. Валяются они по одному, и как бы если вы попадете в башку сопернику или союзнику, ничего абсолютно не произойдет. Ну, в принципе, нам и не особо как бы и нужны эти снеговики. Сама карта в целом ничем не отличается. Такая же красивая, такая же крутая. Следы также не остаются на снегу. И еще, кстати, одна есть прикольная штука по сравнению с китайской версией. Здесь можно дрифтить по льду на снегоходе. Вы думаете, что там тоже можно, а вот нифига, там снегоход вообще не едет по льду, персонаж постоянно спрыгивает с него, либо вы едете с очень-очень медленной скоростью. А вот в нашей версии все гораздо лучше. В какой-то веке разработчики постарались, чтобы в Европе было лучше, чем в Китае. Кстати, пока я ездил по лесу, я нашел одно интересное место. Мне, кстати, его уже начали скидывать подписчики. Это вот такой вот трамплин на горе, и хорошо разогнавшись, можно полетать на том же снегоходе. Я поиграл одну каточку и был уверен, что здесь, ну, просто огромное количество ботов. Ну, да, так, конечно, и есть, потому что ранг все-таки с нуля, можно сказать, но люди тоже были. Да что говорить, на этой карте даже запустили флайер-ган. Я, правда, на него не успел, но факт остается фактом, что это были люди и флайер-ганы на новой снежной карте есть. Кстати, насчет аэрдропов. Первый аэрдроп я залутал, он был абсолютно обыкновенный, а вот второй был с гирляндой. Просто представьте, гирлянда новогодняя, которая сразу же придает такой плюс сток уюту и новогоднему настроению. Возможно, в нем будет белый маскалат, подумал я, но нифига в нем не оказалось его. Так что это просто такое оформление, как и было в Хэллоуине. Некоторые аэрдропы были обычными, а некоторые были с раскраской в стиле Хэллоуина. Насчет маскалата. Мне его найти так и не удалось, но зато я его буду сегодня искать на стриме на втором канале, ребятки. Так что приходите все, ссылочка будет в описании, трансляция уже готова. Возможно, она даже уже будет идти, пока вы смотрите это видео. Так что, когда досмотрите, обязательно поставьте лайк и переходите на трансляцию на второй канал. Тем более, как говорят разработчики, в бета-тесте зимняя карта вышла всего лишь на сутки, так что нужно торопиться. Но мы-то все с вами знаем, что есть одна прикольная куртка, которая заменит всем этот маскалат. Вот она вот так вот и выглядит. Я ее залатал с обычного бота, поэтому не гнушайтесь обыскивать ботов, потому что в них может лежать вот эта вот хожанка белая, и она, ну, ничем не будет хуже, чем тот же самый маскалат. Не, ну, хуже, конечно, она будет, но все равно какая-никакая маскировка. Если честно, для меня это событие, конечно, ну, немножечко шокирующее. Действительно, в этот раз удивили, потому что, ну, многие, включая меня, строили теории, что мы увидим карту после января, уже после окончания четвертого Ройал Пасса, рейтингового сезона. И мы, ну, поиграем только тогда, когда уже весь Китай, весь мир наиграется в эту карту. Но нет, действительно, у разработчиков получилось выпустить карты практически одновременно. Как я и говорил, смотря на этот скриншот. Вот, кто смотрел предыдущие ролики, тот помнит, я еще, наверное, месяц назад, может, чуть-чуть раньше сказал, что вот этот скриншот с Tokyo Game Show будет, так сказать, моим информатором в виде выхода снежной карты. Так все и оказалось. Это не может не радовать, и это, знаете, такой огромный шаг к тому, чтобы мы не расстраивались из обновлений в Китае. Потому что мы все ждем обновления в Китае по два месяца, а тут, бац, и получается, что вышло в обновлении в Китае в 0.12, выходит у нас в 0.10, да? Это очень-очень круто, что есть такая возможность, и эти цифры абсолютно не важны. Потому что получается, что эксклюзивный контент мы также сможем получать гораздо быстрее, чем это было раньше, да? Конечно, всех радует эта новость. Конечно, всех радует, и поэтому я думаю, что сейчас многие люди поиграют в бета-тест. Ну, а у меня на этом все, друзья. Покоряйте снежные вершины новой снежной карты в Викенде, и не забывайте ставить лайк этому ролику и подписываться на канал. Увидимся сегодня на стриме и в новых видео. Всем пока!